С Россией не договоришься наоборот Проект ЗЗ В наступившем 2020 году иностранные эксперты, пометуя о событиях последних недель и заявлениях президента Путина, сосредоточились на проклятом политическом вопросе, можно ли договориться с Россией Ответы даны противоположные, от компромиссы невозможны да обязательно надо разговаривать Россия повсюду Политолог и публицист Сериль Брей в издании Слати рассказал о предупреждениях, которые Россия сделала остальному миру за 2020 год В январской статье, написанной лаконично, эксперт выделил все главные посылы Москвы в адрес международного сообщества Автор отмечает, что за последнее время Россия направила международному сообществу ряд сообщений, в которых были ясно указаны стратегические намерения на ближайшие месяцы Почему это было сделано именно в последние дни? Брей считает, что всему причиной разница в календарных датах В православной России, отмечает эксперт, Новый год предшествует Рождеству Юлианский календарь определяет Рождество на 7 января И получается, что в период между 24 декабря по 1 января, когда Европа и Соединенные Штаты отдыхают и развлекаются, Россия весьма активна И она, по мнению политолога, знает, как воспользоваться разрывом в календарях Эти дни используются для определенных мероприятий Кроме того, Россия вспоминает приоритеты на прошедший год и готовится к наступающему году За последние дни Кремль отправил несколько сообщений Миру, пишет далее аналитик И приводит список российских заявлений и свершений Начинается список с украинской ситуации 29 декабря состоялся новый обмен пленными между Москвой и Киевом Динамика переговоров, которая давала малый надежд с 2016 года, теперь становится многообещающей, считает эксперт После первого обмена, состоявшегося в минувшем году 7 сентября И возобновления дискуссий в нормандском формате 9 декабря в Париже Владимир Путин, похоже, дал новому президенту Украины возможность действовать Такая возможность необходима господину Зеленскому для подготовки к компромиссам При этом, пусть и заметны признаки умиротворения, очевидно иное, Россия не пойдет на какой-либо компромисс в отношении Крыма Эксперт в этом нисколько не сомневается Вторым пунктом в списке БРА идут широкомасштабные военные учения в Индийском океане, 27-30 декабря Россия, Иран и Китай выбрали именно сезон католических и протестантских отпусков для этих маневров Три государства сделали несколько предупреждений на 2020 год Во-первых, участники учений дали понять, Аравийское море и Персидский залив, важнейшие районы мирового морского судоходства, не являются американскими задворками Во-вторых, две ядерные державы будут поддерживать Иран на море в Совете Безопасности ООН Также отсюда следует, что стратегическое партнерство России с Китаем и Ираном не ослабнет даже в том случае, если США в 2020 году перестанут вести торговую войну с Китаем Далее эксперт останавливается на гонке вооружений По его мнению, Россия выбрала указанный период для реализации нескольких проектов в сфере вооружений, анонсированных президентом еще в марте 2018 года Пожалуйста, разговаривайте с Россией На вопрос «Почему мы должны говорить с Россией» на сайте Atlantic Council ответили два эксперта Авторы напоминают, что на днях Украине «Алерт» название проекта при Атлантическом Совете обнародовал материал Андерса Аслунда, в котором тот раскритиковал отчет «Мозгового от ресторанта» Октябрь 2019 года Тема консенсусного предложения по пересмотренному региональному порядку в постсоветской Европе и Евразии Аслунда отмют не сторонник компромиссов с Россией, и статья Чарапа и Шапира является критикой двух аналитиков его непримиримой позиции Стоит заметить, что Чарап и Шапира соавторы упомянутой публикации «Ранд» наряду с 19 соавторами из Евросоюза, США, России и ряда других государств Эксперты полагают, что статья Аслунда заслуживает ответа в том числе потому, что там приводятся аргументы, которые приходится слышать часто Чарап и Шапира соавторами в своем докладе выдвинули компромиссное предложение, связанное с идеей пересмотра регионального порядка в Восточной Европе Компромисс по своей природе грязное дело, признают оба автора Это мучительная задача – отделить то, что действительно нужно, от того, чего просто хочется достичь Это требует понимания перспектив и страхов тех людей, что сели за стоил переговоров И понимать этих людей нужно даже в том случае, если вы их ненавидите, отмечают Чарап и Шапира При этом компромисс квинтэссенция дипломатии – единственного способа избежать принуждения, насилия и войны при урегулировании международных споров Аслунджи полагает, что усилия должны заключаться в определении ключевых разделительных линий реальных различий между устремлениями России и Запада Для этого специалиста суть любого дипломатического контакта с Россией должна начинаться с описания реальности ситуации в Восточной Европе Под которую он подразумевает готовность признать Россию виновной стороной во многих экономических и политических конфликтах, волнующих регион Чарап и Шапира в вопросе «Кто виноват» склонны скорее согласиться с коллегой Аслундом, нежели с Москвой, однако речь не о том Переговоры ведь ведутся с противниками, а не с друзьями, напоминаются авторы И настаивать на том, что противники принимают ваш рассказ и отрекаются от собственного, прежде чем вы приступаете к переговорам, не дипломатия Это другой способ войны Однако Аслунд предпочитает настаивать на том, что компромисс с Россией невозможен, указывают далее эксперты Конечно, если все в Москве и Вашингтоне разделят его точку зрения, это превратится в пророчество, которое точас исполнится Иронизируют аналитики и предлагают для начала прикинуть цену новой холодной войны с Россией Первая холодная война обошлась во многие триллионы долларов Погибли миллионы людей по всему миру В США были подорваны гражданские свободы Два поколения до тех росли под постоянной угрозой ядерного уничтожения Но все это закончилось мирным путем И такой финал эксперты рассматривают как нечто вроде геополитического чуда Несмотря на то, что С. Чарап и Дж. Шапира скорее стоят на стороне А. Аслунда Оба отличаются от последнего тем, что не только признают путь компромиссов в сложных международных отношениях Но и делают все для того, чтобы такой компромисс найти Отрицание же компромиссия и объявление его невозможным Есть однозначный путь к геополитической конфронтации Говоря словами экспертов, это война иными средствами Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...